Здравствуйте! Вот захотел вернуться к тому, как в губернской думе не по сценарию пошло обсуждение тарифов ЖКХ на следующий год. И пусть от депутатов тут ничего не зависит, все решается на уровне правительства страны и области, но все это настолько скользко и неоправданно выглядит с точки зрения населения, что даже молчаливо и одобрям с подобных докладов, но это действительно, тогда господ депутатов надо записывать в соучастники творимого коммунального беспредела. А, видимо, понимание этого достало их настолько, что даже вот и ни к чему обязывающая формулировка «просто принять к сведению» думцев уже и не устраивает. Достали все коммунальные и ресурсоснабжающие конторы с постоянно растущими аппетитами и нежеланием показывать, что из чего вытекает. Если на бытовом уровне разговора «так за что мы платим» и «куда уходят наши деньги» ведутся постоянно, то вот считаю особенно ценно, когда дискуссии разворачиваются на таком уровне, значит и там понимают всю ненормальную ситуацию. Но вот главное, чтобы эти разговоры имели какой-то результат. Но с нашими депутатами уже то хорошо, что они вдруг решили обсудить тему тарифов. Ну просто редко, когда они себе позволяют настолько открыто и откровенно конфронтацию с представителями исполнительной власти. А тут реально послали по правильному адресу областное министерство ЖКХ. Ведь тема касается всех и каждого. И на главный вопрос, ну а с какого рожна мы столько платим сейчас? И с какого перепуга должны платить еще больше? Им замминистра так и не ответил. Был не готов. Но вот когда будете готовы, тогда и поговорим. Начали это вот все обсуждать. И тут, что называется, их прорвало. Послушайте. У нас водоканалы все разные. В Тольяттинский водоканал, в Самарский, там в сельской местности и так далее. А почему вы всем одинаково-то повышаете? Вы говорите, уменьшается, как вы сказали, полезный отпуск воды, да? Они там запланировали некую выручку. То есть мы с вами, как потребители, начинаем экономить, потому что нас душат тарифами. Там, допустим, потребляли 100 литров, стали потреблять 70. Но товарищи не получают выручку. Вы нам что, чтобы они эту выручку получили, свободный поток денег на 30% увеличите тариф, что ли? Но это прекрасно, друзья мои, это же замечательно. Федеральная правительство требовало ограничить ежегодно рост коммунальных услуг 6%. Это давно уже известный, так сказать, предел. Вы вот 4 цифры все называете здесь по различным направлениям индекс роста. И в том числе водоснабжение и водоотведение на 2015 год. Даже на 11%. Как же так вот эти вещи сопоставлять и понимать? Министр финансов Силуянов заявил, что россиянам придется затянуть пояса. Зарплат больших не будет, роста их тоже не будет, инфляция превысит прогнозы. У нас реально не индексированы расходы государственных учреждений на эти затраты. Не индексированы. И многие другие индексированы. На 45% за счет курса выросли расходы в здравоохранении на расходные материалы, на ремонт, на запасные части импортные. Там мы ничего не индексируем. У нас нет денег, и мы все с пониманием, говорят, затянем пояса и прочее. Почему мы здесь идем на такую? Почему мы так легко на эти вещи идем? Конечно, тарифы должны быть экономически обоснованы. Но почему для одних они всегда экономически обоснованы, а другим все больше и больше надо нам зажиматься и пояс затягивать. Государственным зажмитесь, а негосударственным. Ребята, давайте как-то так можете жить. Вольготно, относительно. Вот как людям можно объяснить, что единая теплоснабжающая организация, а теплосети с ними заключили договор. Поэтому, ребята, тариф не повысили, но у вас платежка все увеличилась. Вы понимаете, что вы говорите? Продолжение следует...